Выкидывался мусор. Вот он и сейчас складируется для того, что это. Там складируется все. Хлам, выброшенный строителями, это только один из многочисленных недостатков, которые уже прочувствовали на себе Елена и Юрий. По соседству с их участком пару лет назад начали возводить многоквартирный дом. Вопросов не возникало до тех пор, пока рабочие не начали в буквальном смысле выдавливать забор. Попытались разобраться в этом, почему дом близко установлен. Он с нами не стал разговаривать, не ответил, у нас все подписано. Вот это вот у нас сваливается снег. На записи видно, снег с крыши соседней трехэтажки упал прямо на участок Юрия и Елены. Это место они планировали выделить под парковку. Под угрозой оказалась и деревянная постройка, которую в Алакжане приобрели вместе с землей. Она в перспективе у нас будет реконструироваться и возводиться в новом формате, из новых материалов, поэтому мы не сносим. Она и сейчас награда в строительном плане, так как зафиксирована, как пятно. Поэтому по отношению к этим деревянным застройкам, здесь уже норма пожарно-технической экспертизы нарушена. Есть заключение этой организации. Строительство дома еще не закончено, а квартиры в нем уже начали продавать. Хотя четко территории объекта не знают даже рабочие. Им уже приходилось переставлять забор, и руководство об этом известно. С жильцами ближайших домов был скандал, но мы пошли навстречу, депутаты подошли, поинтересовались. Строители сказали, что пришли депутаты и начали забор двигать, и строители его подвинули. Создается закономерный вопрос. В чем, неужели тут действительно есть нарушение? Мне просто не хотелось бы покупать квартиру в доме, в котором есть нарушение. Да, что-то у меня тут все нормально. Точку в этом вопросе поставят специалисты администрации во время приемки здания. Именно тогда станет понятно, выполнен проект с нарушениями или без. При вводе объектов в эксплуатацию застройщик будет подавать пакет документов. Если он не будет соответствовать тому пакету документов, который находится у нас в архиве, при котором выдано разрешение на строительство, которое соответствует всем нормативам градостроительного проектирования и градостроительного кодекса Российской Федерации. Соответственно, если будет разночтение в этой проектной документации, ввод объекта в эксплуатацию не может быть выдан. Однако, будут ли сносить в таком случае дом или нет, а также примут ли во внимание мнение сторонних экспертов, в администрации города не пояснили. Но возмещение ущерба, нанесенного во время строительства, вологжанам придется добиваться через суд. Павел Громов, Василий Папурин. Новости Вологды.